Добрый вечер, это Юлия Латынина и Роман Светан, военный эксперт, полковник запаса, военный летчик. Роман, здравствуйте. Желаю здоровья. Напоминаю, что подписываться на наш канал, напоминаю ставить лайки, напоминаю делиться ссылками на этот эфир. И первое, что я хочу спросить, 16 апреля, Пасха, насколько я понимаю, там был приказ российским войскам до 16 апреля взять Бахмут, а иначе типа что? Ну, не сложилось. Как всегда, не сложилось взять. Ну, и, наверное, не сложится. Дело в том, что та ситуация, которая в Бахмуте, она будет удерживаться до наших уже наступательных действий. Любое наступательное действие, где бы оно ни происходило, оно оттянет российские войска, и особенно силы и средства, те, которые выделены для оборонительных мероприятий. Потому, я думаю, здесь несколько недель осталось, удержим мы этот рубеж. Там придумали некоторые ходы интересные для того, чтобы заманивать россиян, уничтожать их побольше одномоментно. Ну, силы спецопераций, спецтура, они там по 8 лет готовятся, они знают, как правильно себя вести в городских условиях, потому что у россиян там есть проблемы в Бахмуте, они сейчас ищут кровчучки. И было у нас такая интересная, лет 30 назад, снадобье такое, которое возилось, это кровчучка, это такая кошелка на колесах, практически тележка. Ну, где-то ищут эти кровчучки, туда везти с собой, Бахмут, амуницию, ну, обратно по частям уже вывозить. Легче в кровчучках их вывозить, чем вывозить в пакет. Три вещи рассказывают об Ахмуте, что там огромное количество, и мы с вами это обсуждали в том числе, что там огромное количество российской рэп, и что этот рэп очень много уничтожается, и что сейчас там применяются машины разминирования и тяжелые огнемотные системы Санцепёк и Боратино. Если можно немножечко об этом, и зачем применяются, и насколько их легко в ответ поразить? Ну, не только в Бахмуте. Последнее время россияне очень много станций рэп подтянули, причем где-то от, можно сказать, от Углидара до Купенска. По всей линии фронта Донецкой где-то 200 километров натыкано практически везде рэпы, причем разноплановые. И перехват управления дронами, и серый шум, и белый шум, то есть пушат все и вся. И вычисление режима работы, и команды, ну то есть там целый спектр этих станций очень много. Половина, скорее всего, тестируется. Наши сейчас их пытаются найти, нащупать, уничтожают. Это по поводу РЭБа, не только Бахмут. И ТОСы, и ОР-77, это стандартный, в принципе, набор работы по разрушению площадей. То есть, если ТОС работает по площади, определенной термобарическим зарядом, это для того, чтобы выбивать или уничтожать укрепроемы. Ну а у РЭБа, у РЭБа работает, у РЭБа-77, это машина разминирования. Она работает как раз в режиме разминирования, она и работает. То есть, то, что может предположительно быть заминировано, лучше его разминировать вот так у РЭБа, для того, чтобы было не страшно туда заходить, так как были не одинокие случаи, для того, что кровчучки нужны, я об этом и говорю. Были не одинокие случаи, когда российские штурмовые роты заходили на определенное предприятие, оно почему-то взрывалось. Но ССОшники, они свое дело знают, поэтому эти моменты решают. УР-77 легкая, довольно-таки маневренная машинка на базе Гвоздики, это САУ, тонн 15. А ТОС тяжелая машина, ТОС это на базе танка Т-72, 46 тонн, в три раза тяжелее УР-ки. Но и УР, и ТОСы, они опять же по всей линии фронта, ну вот в основном, конечно, если говорить от Бахмута где-то до Кременной, там дотягивают немножко до Сватова. Но вот основное место вот Бахмут, Белогоровка и Кременной, там где используются ТОСы и УР-ки. Ну их, если вычислить, их очень легко уничтожить. Вычислить имеется в виду, если их увидеть, БПЛА, на наши глаза. Как только видят, наши минометы, их накрывают. 120-й миномет, он доходит, 82-й можно УР-ку накрыть, ну а 120-й 7 километров, а ТОС 6 километров. То есть там форы как минимум километр. Потому накрывают, и накрывают довольно-таки успешно. Скорее всего, потому и подтянули россияне станции РЭП, для того, чтобы потушить глаза нашим минометчикам, нашим артиллеристам. Вот, собственно, это был мой вопрос, несколько вопросов, как раз связанных и с УР-ками, и ТОСами. Первое, правильно ли я понимаю, что присутствие машин разминирования фактически на первой линии огня означает, что Россия отказалась от идеи стратегического наступления, потому что, собственно, это те машины, которые нужны для того, чтобы проделывать проходы в минных полях и идти в наступление. И если их всех пригнали в горячие точки, и они там горят, как свечки, то это означает, что в Генштабе понимают, что вот это уже все бросается на переднюю линию, потому что это в наступление не пригодится. Ну да, так и есть. Если бы у них было в ближайшие хотя бы полгода-год в планах наступательные действия, они бы УРК не пригоняли и их бы не полили. То есть они бы их держали как раз для наступательных действий, для прорыва линии обороны, минных полей, ну для того, для чего они в принципе и нужны. А раз их сейчас используют, значит, однозначно в ближайший год точно наступательные действия россияне уже не будут планировать. Их довольно-таки не так просто делать, то есть там есть целый процесс производственный, который быстро их не восстановит. Это как раз вот один, это их применение сейчас понятное, она в принципе логична, то есть если россияне сейчас будут переходить в полную глухую оборону, то это в принципе правильно. Они пытаются сейчас их использовать в принципе там, где они должны использоваться, то есть предположительные места минирования вот таким способом разминировать. Это в принципе правильно. А тогда второй вопрос. Насколько я понимаю, поскольку и ТОС, и ОР, у них очень небольшой радиус действия, у одной меньше километра, у другой 6 километров, их, соответственно, очень легко уничтожить ответным огнем. Какие потери несут расчеты ОР и ТОСов и оправдано ли в такой ситуации, ну вот когда просто люди только чуть не в рукопашной, применение настолько больших, тяжелых и неманевренных машин, потому что потери должны быть огромные? Ну, ОР-ки, мы уже сказали, они просто их палят, выполняя определенную задачу, но они в принципе для этого и нужны. То есть они выполняют задачу, разминируют даже, если несколько выстрелов, там по два выстрела в каждой ОР-ки, даже если до перезарядки она не добралась, то она в принципе хоть что-то да сделает, эта ОР-ка. А вот с ТОСами... А экипаж? Ну, а кто экипаж считает? Да, ну, с экипажем никто не считается, там этого мяса хватает, на это никто не обращает внимания. А вот по ТОСам, да, это вопрос, дело в том, что ТОСов не так много, как бы хотелось россиянам. И они сейчас, в принципе, выполняют такую задачу, в основном понаступательную, но, скорее всего, тоже с той же проблемой. То есть они последние недели пытаются продавить нашу оборону. Причем вот там, где появляются ТОСы, там и, понятно, основная стратегическая задача. Вот ТОСы есть сейчас в районе Кременной и ТОСы есть в районе Бахмута. Были еще в свое время в районе Маринки, но сейчас в последнее время не есть. А вот Кременной и Бахмут, то есть, скорее всего, вот эти две точки останутся последними издыханиями россиян перед уже полной остановкой. То есть, кстати, о чем недавно уже начал пробивать информационное Пригожин. То есть закончить СВО, объявить победу, частично выполненную задачу, ну, скорее всего, к этому они уже и готовятся. А, кстати, с вашей точки зрения, зачем он написал эту статью? Он очень грамотно написал. Он просто пробивает информацию, то есть реакцию россиян. Ему это можно. Ему никто не предъявит, что он смолодушничал, что он там... Это как Суровикин с правого берега Днепра россиян убирал. Ему тоже бы никто не предъявил. То же самое и к Пригожину. То есть ему никто это не ввинит в вину, не вставит в вину. Ну, естественно, дальше будет какая-то реакция. Вот на эту реакцию посмотрят уже великие и смешные военно-политическое руководство России. Ну, и примет решение. Либо принимать ее как рабочую версию, либо ее отбросить. Это все сейчас будет зависеть от россиян. Несколько коротких вопросов именно по Бахмуту. Российские войска, вернее, вагнеровцы, наступают через центр города. А почему, собственно, не пытаются отрезать линии снабжения, как обычно, захватывая город в плещи? Классическая тактика, собственно, и советской армии. Но действительно, в учебниках так написано. Что-то, значит, в центр города не надо наступать. Нет, они сейчас, кстати, правильную тактику выбрали. Они однозначно пытались сразу окружить город или хотя бы в оперативное окружение его взять. Мы видели попытку наступать в сторону Часовьяра, попытку наступать на Хромово, то есть с севера. Правильные действия. Но после того, как они уперлись в рубежи обороны, которые были подготовлены как раз для того, чтобы не окружили город. Хромово – это возвышенность, очень сложно его взять. Там правильно отрытые командиры оперативного уровня, они постарались в этом смысле, потому пройти с севера просто не удалось. Ну, с юга они до сих пор подойти к трассе не могут. Трассе с Константиновки. Мы про нее, по-моему, уже месяца три говорим. То есть они в нее бьются, бьются. Но за трассой там хороший укрепрайон, там очень хорошо можно работать танком. У нас там танковые карусели просто бесподобные наши батальоны крутят. Потому они просто не могут ни с юга, ни с севера обойти. И сейчас то, что они делают с военной точки зрения, это правильно. То есть они в режиме выдавливания пытаются выдавить наш гарнизон уже с самого города. Это самая опасная, самая неблагодарная работа – заходить в городские постройки, атаковать город, так как в городских условиях соотношение потерь у наступающей стороны обороняющей где-то 10 к 1. Потому у нас здесь лучшие позиции. Ну, а россияне, конечно, своих людей не жалеют, бросают. Вот уже пошел стачиваться основной запас ОПГ Пригожина. Он уже практически сточен. Дело в том, что раз подходят им на подмогу линейные российские части, это уже говорит о том, что просто уже Пригожина не остается. Все меньше и меньше. Пригожин, может быть, о том и тоже одна из причин, что он начал уже говорить, что пора заканчивать. Пора заканчивать, потому что кончается Пригожин. Параллель я поняла, что вот когда Пригожин говорил, когда Пригожин слишком вырвался вперед и боялся, что его отрежут и требовал от российских, требовал фактически от Герасимова укрепить свои фланги, то сейчас эти фланги действительно укреплены и возможность отрезать Пригожина, она уже исчезла. То есть не российские войска не могут отрезать, перерезать линии снабжения Бахмута, не украинские войска сейчас не могут отрезать Пригожина. Нет, Пригожин сделал хитрее. Он просто не пошел дальше на Славянск, он остановился. Не укрепили фланги. Что такое укрепление флангов? Это выравнивание флангов, выравнивая фронт. Для того, чтобы укрепить фланги той группировки Пригожинской, которая двигалась в сторону Славянска, нужно было Герасимову взять Сиверск, взять Белогоровку. То есть это с правого фланга, с северного, ну а с южного это как минимум Константинов. У них были попытки, они до сих пор это продолжают делать, но у них не получается просто. Потому Пригожин просто остановился, так как дальнейшее движение, однозначно мы его отрежем. Он прекрасно понимает. Ну, он, может, не понимает. Понимают те люди, которые понимают в оперативно-тактической обстановке. Они просто не пошли дальше. И сейчас занимаются Бахмутом. А вот как бы вы, собственно, описали то, что сейчас происходит в Бахмуте, я это примерно, очень примерно представляю себе так, что есть жилая зона, вот этот вот одноэтажный Бахмут, который уже занят вагнеровцами, и есть промышленная зона, которая уже занята вагнеровцами. Есть высотная застройка, вот та самая, которая частично еще удерживается в СУ. И, собственно, бои происходят так, что вагнеровцы пытаются завладеть этой высотной застройкой. Ну, естественно, она уже полностью разрушена артиллерией. В СУ отступают, делаются там растяжки, минируют здания. После этого приезжает ТОС или УРК и, соответственно, сносит это здание. И так потихонечку российские войска, вернее, вагнеровцы, продвигаются дальше. Все это происходит в условиях абсолютного рэп. То есть все время это подавляется, все время очень плохо слышно, практически отсутствует связь. И плюс это происходит в условиях, когда с часа Фьяра украинская артиллерия тоже очень хорошо прилетает по всему, что движется в городской черте. То есть, прежде всего, по тем же сам ТОСам. Ну, немножко штрихи добавлю. Ну, не все еще здания разрушены. Там, если полностью разрушать здания, там еще где-то несколько месяцев им придется возиться. Авиации ж нет. Это ж не Мариупа. Они даже Мариупа несколько недель авиации бомбили. А для того, чтобы... Как авиации нет? Там же летает российская авиация. Там же даже кого-то сбили. Нет. В таком виде, в котором, допустим, должна работать авиация для того, чтобы полностью разрушить город, там нет такого количества самолетов. А там что-то проскакивает, сбрасывают управляемые бомбы. Да, но это не заход бомбардировщиков для полного сноса города. Даже если... Роман, извините, я перебью, потому что это очень важно. Могу я... Так я сейчас сообразила правильно, что, собственно, ТОС это под того и подтаскивают, что авиации нет. То есть за неимением гербовой пишем на простой. Так и есть, да. То есть используются любые, любые средства. Сейчас даже вот виден на некоторых участках снарядный голод, реальный, 122-х, уже и 152-х. Я так понимаю, у россиян не совсем достаточно. Так они уже начали где только возможно использовать 120-е минометы. Васильки 82-е. То есть все, чем можно стрелять, используется все. И, естественно, поддерживаются. Те же ТОСы сейчас работают. В режиме вообще артиллерии используются. Скорее всего, где-то или капливание 122-х, 152-х снарядов. Либо действительно сильнейший провал у россиян. То есть они не рассчитали свои силы, вышли на нулевые складские остатки по 122-м, по 152-м снарядам. Потому используют авиацию в каком-то ущебном виде. Но авиация используется в ущебном виде, потому что у нас все-таки ПВО довольно-таки сильное. Ну а вот снаряды заменяются ТОСами, ОР-ками, минометами. То есть всем, чем можно создать какой-то огневой вал. Даже минами, то есть минометами пытаются этот огневой вал создать. А вот по поводу авиации, потому так как авиации нет, они разрушить город не могут одномоментно. Это если бы был выход авиации, действительно, там можно было за несколько дней, может быть, чуть больше, разнести в ноль его, если бомбардировщики реальные выходили и полностью сбрасывали бомбовую нагрузку. А так, по одной управляемой, по целям, ну это очень сложно полностью город разрушить. Особенно высотки, потому что на высотку надо даже ни одну бомбу. То есть смотря какая высотка и как построено. А вот, допустим, движение россиян в самом городе, на данный момент, в самом городе, оно происходит примерно так, как вы рассказали. То есть они пытаются где-то какой-то, на какой-то участок зайти, в какой-то дом зайти. Иногда попадают на наши позиции, которые действительно заминированы, на радиоинициации, их подрывают там. И вот тогда нужны кровчучки на вывоз. Это однозначно. И это называется активная оборона. То есть у нас там постоянно идет движение. Город за нами, именно эта часть города, она удерживается украинскими войсками. И мы там такой танец очень хороший танцуем. Силы спецоперации знают, как это делать. Я еще раз повторюсь, их учили не один год. Как летчиков учат, ССОшников. Это спецура. Потому им возиться еще очень долго. Но еще раз повторюсь, они просто не успевают. Россияне не успеют не стереть с лица от земли остаток высотных зданий, не выдавить наши войска. Я думаю, все-таки где-то в течение месяца уж точно где-то начнется движение. Ну а дальше идет перетекание. Придется россиянам перетекать именно туда, куда начнут двигаться украинские войска. Из-под Бахмута в том числе. Последний вопрос по Бахмуту. Опять же, правильно ли я понимаю, что вот, собственно, эта тактика просто уничтожить высотки и стереть их с лица земли, и именно в том числе ТОСы. Она связана с тем, что высотка-то разрушенная это очень хороший рубеж обороны. Ну, подвал, сверху куча всякого щебня. И как раз ТОС, когда прилетает в этот подвал, он выжигает просто все, в том числе вместе с подвала. Ну, если добирается, не всегда. Это все-таки не вакуумная бомба. То есть не всегда остается подвал, может оставаться. А подвал действительно, подвал под разрушенной девятиэтажкой, это очень хорошая огневая точка. Там, в принципе, можно удерживать, ну, если правильно, подходы организовать. А командиры тактического уровня прекрасно знают, как это делать. То есть это разрушенная высотка, это очень хороший укрепрайон, очень хороший рубеж, который тоже сложно очень взять. Потому россияне пытаются разбирать их вот именно до подвалов. Разбирать в смысле обстреливать до такого уровня, чтобы уже даже подвалов не оставалось. А это уже практически остается там, ну, по колено. Это я утрирую, конечно, где-то по колено бетон. То есть пытаются и таким способом выходить. По колено бетона. Железо бетона. Это роман просто... Нет, это просто название для статьи по колено бетона. Это так. Где-то так. До такого, ну, примерно до такого уровня. Еще раз повторю. Мы чуть-чуть утрируем, но если для правильной визуализации, то примерно это так. Очень тяжело. Самая тяжелая точка Бахмута. Последнее время мы о ней только и говорим, но, скорее всего, уже вопрос решен. Мы Бахмут не сдадим. Ну, а россияне, конечно, начнут откатываться. А другие точки, Кремена и другие, что в них происходит? Потому что меня как-то последнее время смущает. Это мне напоминает Бахмут, фокусника, который вытаскивает кролика из шляпы. В тот момент, когда все смотрят на другое место. Вот все смотрят на Бахмут. Что происходит в Кремену и в других местах? Примерно то же самое. Нет, все смотрят везде, где проходят определенное количество атак. В Кременной очень много. Пытаются из Кременной двигаться и на Лиман, и в сторону Сиверска, то есть и на юг из-под Кременной. Сейчас вот выходят из этих лесов. Пытаются, по крайней мере, выйти. Но уже начинается зеленка. То есть сейчас... Пытается кто? ВСУ или в Россию? Нет, нет, россияне пытаются наступать из-под Кременной. Но там вот если карту посмотреть, там такая лес, и вот они из него пытаются выйти. Наступать из него и в сторону Торского, это на Лиман, и на юг, в сторону Сиверска. То есть... А нафига? Мне казалось, что Герасимов уже все понял и становится в стратегическую оборону, нет? Нет, нет, однозначно нет. Дело в том, что, исходя из карты местности, сейчас вот то, что мы сейчас видим по карте, но это было видно с самого начала, после того, как мы вышли на Купенск. Сейчас украинские войска находятся в таком междуречии между Осколом и Северским Донцом. И фронт удерживаем от Купенска до Кременной. А тыл, получается, тыл везде река. И Оскол, Оскольское водохранилище, и Северский Донец. Ну, там хватает переправ, в принципе, проблем больших нет. Но вот россиянам с точки зрения военной выгоднее выйти на Терек, выйти на Оскол, а для этого и выйти на Северский Донец с северо-востока. А для этого им надо захватить Лиман. И вот они пытаются вот разными способами обратно вернуться в Лиман. Сохватить Лиман для того, чтобы прикрываться потом лучше. Вот правильно Герасимов, опять же, правильно с точки зрения обороны, дальнейшей глубокой обороны, он правильно делает. Он пытается прикрыться реками. Вот как он прикрылся, допустим, в Херсоне Днепром, на Херсонской области Днепром, и Каховским водохранилищем. Вот он пытается выдавить украинские войска за Осколы, Оскольское водохранилище и за Северский Донецк. И дальше прикрыться этими реками. Это хороший будет укрепленок для перехода именно в глубокую оборону. У них здесь понятен, то есть стратегический замысел именно в районе Переменной понятен. Ну, и до сих пор они пытаются все-таки отодвинуть наши войска от Донецка. Потому что и Мариинский гарнизон, и Авдеевский гарнизон, ну, это там несколько километров до Донецка. И один самый интересный Авдеевский с севера до Донецка несколько километров, а у Смаринского гарнизона с юга до Донецка несколько километров. Небольшая проблема на Углидаре. Вот Углидар, россияне прекрасно понимают, что, допустим, из Орехова до Мелитополя 87 километров, а вот с Углидара до Мариуполя 78. Потому что они прекрасно понимают, что одно из направлений удара может быть как раз на Мариуполе, а не на Мелитополе. И вот они вокруг этого Углидара до сих пор пляшут. Уже не собираются его, скорее всего, атаковать, но укрепляются на южной границе реки, которая проходит южнее Углидара. То есть уже создают такой укреп район, причем и в районе Волновахи, в районе Еленовки, то есть южнее Донецка начинают отрывать где-то 2-3 линии обороны и довольно-таки мощные. Причем, так как молодежь уже там закончилась, туда уже подошли частично мобилизованные, но исходя из возраста, не та молодежь, которая вот раньше была, а уже такие 45-50, под 60 лет. Это уже старички, которых туда перебрасывают, но это только для обороны, то есть точно не для наслупления. Для обороны и рассредотачивают вот по этой линии. Роман, можно уточнить, я не совсем поняла насчет Углидара. Я всегда, и в связи с Мариуполем и Меритополем, я всегда считала, что Углидар Герасимов пытался взять, потому что там проходит железная дорога, которая позволила бы гораздо легче снабжаться и соединяться с собой российским разным участком фронта. Правильно ли я понимаю, что сейчас под Углидаром просто начинается крупная оборонительная российская линия, чтобы оттуда украинские войска не ударили на Мариуполь, и это все? Да, так и есть. Только железная дорога, она просто южнее проходила Углидара, от Сволновахи. Там железка идет из Мариуполя на Волноваху, из Волновахи шла на запад, южнее Углидара. Мы просто доставали до нее армейской артой, то есть там несколько десятков километров армейская артиллерия до нее достаёт, мы сейчас до нее достаем. Но они пытаются как-то проскочить, но тем не менее мы также перехватываем это движение. Сейчас только обороны, уже наступать они вряд ли будут, практически нереально, но Углидар сейчас переводят практически все в режим обороны. То есть вот оборона Херсонской области, оборона Запорожского направления, Углидар, южнее Донецка, ну, будут пытаться еще двигаться по Маринке. То есть вот это никогда не закончится. Маринка и Авдеевку они будут пытаться выдавливать, по Бахмуту также будут пытаться давить. Ну, и вот этот вопрос в районе Кременной, то стратегическое движение как раз для обороны, для лучшей обороны, то есть выйти опять, захватить Лиман и прикрыться Осколом и Северским Донцом также будут пытаться несколько недель. Они еще будут пытаться это проводить. Там все-таки еще остался резерв у россиян. И техника есть, наши ее видят внутри. Она, правда, километров за 30-50, некоторая за 70 расположена от линии фронта, но тем не менее она еще есть. То есть они попытаются, я думаю, ее использовать. Ну, посмотрим, посмотрим за движение и за погодой. А вот, собственно, погода и наступление. Вы уже сказали, что Бахмут не возьмут до начала украинского наступления. Вот в тех секретных документах, которые утекли, я из них выяснила себе две важнейшие даты. Первая заключается в том, что там был документ, который говорил о степени готовности украинских войск, который готовится для наступления. И там последние три бригады надо было подготовить к 30 апреля. И второй документ, он был очень... Он хотя и секретный, но на самом деле, если вдуматься, его содержание немножечко смешное для секретного документа. Потому что там рассуждали, когда грязь высохнет, соответственно, на фронте, что, в общем-то, можно сделать метеорологам, не ставя этот самый топ-сикрет. И вот там было расценено, что грязь высохнет так, чтобы танком можно двигаться во второй половине мая, то есть начиная с, грубо говоря, с 15 мая. Из обоих этих документов я, если честно, сделала вывод, что раньше июня украинское наступление не начнется. И это совершенно нормально. И не надо никого подталкивать и кричать вперед-вперед, не застегнув штаны. Потому что, ну, если вам собираются подготовить части, которые раньше этим не занимались, к 30 апреля, и это действительно много частей, это три бригады, а всего бригад 12. И, кстати, там вообще ничего не известно о подготовке тех трех, которые находятся прямо в Украине. То, ну, это действительно будет очень круто, если они будут готовы к июню. И я не имею в виду, что там люди какие-то халатные. Но просто вот так устроен процесс организации. Дай бог, что это будет к июню. Соответственно, вот каковы ваши представления? Правильно ли я рассуждаю? Или я что-то совсем не понимаю? Ну, у нас только в году получается одна летняя военная кампания. Мы уже говорили по поводу Греты Тунберг и зимнего потепления. То есть осенние дожди начинаются осенью и заканчиваются весной. Вот когда осенние дожди, заканчивающиеся весной, прекращают свое действие уже и подсыхают. Ну, а подсыхают в основном не из-за того, что дождь есть или нет, а подсыхают из-за того, что солнце подымается. Тут вопрос все-таки в угле падения лучей. Именно просушивает в основном солнце. Очень быстро сходит вода, если солнце уже стоит высоко. Потому, я думаю, вопрос будет, наверное, все-таки не в количестве воды, так сказать, выливаемой с небес, а в количестве солнечных дней. А вот эта летняя кампания, эта летняя кампания длится 5-6 месяцев. И вот за эту летнюю кампанию нужно успеть сделать максимальное количество действий, а дальше переходить в глухую оборону или стабилизировать фронт опять с дождями осенними, пока весной не закончится. Ну, вот этот год показал вот примерно такое действие или без действия армии. И оно очень сильно влияет, именно вот эта погода. Потому 5-6 месяцев, которые есть, надо максимально использовать. Значит, наступление нужно проводить сразу, когда это возможно будет по сухой погоде, а не в зависимости от готовности. Я думаю, готовность войск, тех, которые должны начинать наступательные действия, она уже есть, она уже должна быть. То есть, исходя из всех планов, она уже должна быть. Не все войска сразу бегут с криком «Молга» куда-то. Есть определенный план подхода войск, а тем более в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, под постоянными ракетными ударами или под предполагаемыми ракетными ударами, никто нигде скапливать войска не будет. Они будут рассредотачиваться, они будут растягиваться. Потому начать это можно чуть ли не через пару дней, как только начнется более-менее солнечная погода и действительно даст возможность почву начинать двигаться. Никто не будет ждать подхода последней, так сказать, бригады, которая может быть там доукомпетоваться чем-то. Единственное, что может перенести начало наступления... Алексей Рисович тоже самое говорит. Да. Это тоже очень важная вещь. Наверное, военный знает, о чем говорит. Потому... Я филолог. Ну да. Есть одна причина, которая может действительно задержать начало наступления, это наличие дальних ракет и авиации. То есть или их отсутствие. Если нам пообещают дальние ракеты и авиацию, допустим, в июне, так можно тогда подождать и до июня. Потому что с авиацией и с ракетами с большой дальностью у нас потери будут в 10, на порядок 10 раз меньше, а скорость будет ну раза в 3-4 больше, то мы наверстаем то упущенное время, которое не начнется. Не начнем, допустим, сразу там в конце апреля или в мае. То есть вот это единственное, что может реально не то, что задержать, но одной из причин задержки это вот обещание самолета, обещание. Это была Юлия Латынина и Роман Светан. До свидания. И не забывайте на нас подписываться. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова